Здравствуйте, с вами Дина Краснова и в преддверии Нового года я хочу рассказать как можно отразить украшение торгового зала магазина в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0. В нашем с вами примере работнику организации будут выданы денежные средства под отчет для того, чтобы он приобрел украшение и елку для магазина. Затем работникам будет составлен авансовый отчет и уже затем эти украшения и елка будут списаны. Начнем мы с вами с заполнения документа выдачи наличных РКО, в котором будут выдаваться деньги нашему подотчетному лицу. Создаем новый документ, меняем сразу вид операции, выбираем выдачи подотчетному лицу. Указываем получателя, указываем сумму, здесь у нас выдано фамилия и имя отчество и документ у меня не отобразился, потому что просто в справочнике не заполнен паспорт. Если у вас будет заполнен паспорт на этого сотрудника, то он выйдет автоматически. И здесь мы указываем на какие цели были выданы эти средства. И в приложении указываем заявление, на основании которого деньги были выданы. Теперь мы можем провести документ, посмотреть проводки. Здесь у нас будет одна проводка, дебет 7101, кредит 5001. Далее работник приобрел украшение и нам нужно составить авансовый отчет. Здесь же на закладке банк и касса в разделе кассы есть авансовые отчеты. Создаем новый документ. Здесь мы выбираем подотчетное лицо, которому были выданы деньги. Указываем склад. На закладке аванса нам нужно указать тот документ, которому были выданы деньги. Мы выдавали деньги документам выдачи наличных. Поэтому выбираем выдачу наличных и выбираем документ, которым эти деньги были выданы. Указываем значение. Далее в приложении указываем количество документов. И сами украшения и елку мы будем показывать на закладке товара. Здесь мы нажимаем на кнопку добавить. Здесь мы указываем вид документа. Заносим папку материала. Измеряется в штуках. Записать и закрыть. Выбираем. И здесь же указываем количество и цен. Я сразу поменяю, чтобы НДС был в сумме, чтобы мне заносить уже в сумме НДС. И соответственно программа сама высчитывала НДС. Далее нам нужно указать поставщика. И поскольку есть счет фактуры, указываем реквизиты счет фактуры. И я сразу скопирую эту строчку, чтобы было быстрее, потому что часть реквизитов здесь повторяется. Нажимаю добавить новый элемент копирования. Здесь мне просто вместо украшения нужно добавить елку и указать ее стоимость. Далее можно провести документ и смотреть проводки. Здесь у нас три проводки на сами украшения, на елку и отдельный НДС. И здесь у нас работникам не была израсходована вся сумма. Остался остаток. На основании авансового отчета мы можем сразу создать документ поступления наличных и вернуть остаток кассу. Здесь у нас все автоматически заполняется. Можно также выбрать статью движения денежных средств, указать приложение, например. Я здесь сразу проведу. И проводка будет 50.01.71.01. И последней операцией нам нужно списать украшения и елку на производство при помощи документа требования накладная. Заходим в требования накладная, нажимаем создать. Здесь я сразу поставлю флажок, чтобы счет затрат на закладке материала, чтобы у меня объединились две закладки. И я заполняла все на одной закладке. Здесь я просто убиваю украшения, количество 10 и точно так же елка. Здесь нужно указать другой счет затрат, поскольку это торговля. Здесь будет счет 44.01 и сдержки обращения. Минклатурная группа и подразделение затрат здесь не требуется. Нажимаем провести, смотрим проводки. И вот у нас идет специание наших украшений и елки на производство. Вот так вот в программе 1С Бухгалтерий 8 редакции 3.0 можно отразить украшения торгового зала к празднику. А с вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в моих следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok